здравствуйте в эфире программа день города о главных новостях вам расскажут мои коллеги и я валерий седов обнимая облака в рязани стартовал фестиваль воздухоплавания неба россии разгребать павел молков на правительстве объявил о громких отставках в сфере жкх секреты тана из античные артефакты из ростова стартовал фестиваль небо россии 2023 сегодня утром прошел первый тренировочный полет он был на грани срыва предыдущие две тренировки в понедельник утром и вечером отменились связи с погодными условиями но 8 августа шары все же поднялись в небо и дали старт фестивалю уже следующий полет пойдет в зачет а пока о том как прошла разведка ощутить магию утро сегодня довелось большой компании романтиков из года в год в августе они выезжают из своих городов и отправляются в рязань фестиваль небо россии впервые состоялся 30 лет назад когда лев борисович маврин и михаил малахов сидя на кухне решили собрать воздухоплавателей всего мира в рязани получилось тот фестиваль стал первым воспоминанием о воздухоплавании олега будского в то время 12-летнего мальчишки когда мы прибежали на этом поле это вот эти махины стоят в пятиэтажный дом для нас конечно это был вообще шоком и я стою в первых рядах ко мне подходит малахов михаил георгиевич просто хватает меня вот за руку вытаскивает оттуда сажает в корзину спустя 20 лет олег казалось бы волей случая стал фотографом фестиваля потом стал снимать видео а теперь и вовсе воздухоплавание вытеснила все остальные виды деятельности и стала основной работой хобби и призванием и так у многих ведь однажды встретив рассвет в полях среди романтиков и искателей приключений забыть это уже вряд ли получится рязань в кругах профессионалов величают столицы воздухоплавания фестиваль небо россии каждый год собирает лучших из лучших основная цель поднимающихся над рязанской землей пилотов победить в соревновании да если вы еще не знали воздухоплавание это спорт дмитрий а на какой мы сейчас высоте примерно до 150 метров 50 метров сейчас будем потихонечку спускаться уже подходить ближе к цели задания для пилотов описаны в уставе фестиваля их много мы например прямо сейчас выполняем вальс духе максимальная высота 600 метров где уже немного закладывают уши и августовская земля сверху еще прекраснее вы только посмотрите на этот утренний свет как он ложится пятнами на поля пронского района на этот изгиб реки и хотя полет как бы не соревновательные наш пилот уверенно ведет нас к лучшему результату после сегодняшнего полета если бы он был не тренировочно-спортивный мы были бы первые скажем так потому что сейчас рассчитывают то что сильно левую земли но его уже нет то что начало раздувать и все пройдут правее вот этой цели когда только-только начинал летать грубо там первая моя цель в которой я прилетел была километр разница а сейчас вот рядышком тем более в такой скажем что прям совсем непростой ветер был вечерний взлет уже в зачет и дальше плотный график соревновательных дней если погода позволит а тренировочное утро уже задало боевой настрой и пилотам и командам вы улетели команды прям выдохнули да жаришка горит прям сегодня да но с одной стороны это хорошо за счет того что это тренировочный полет то есть ребята уже постепенно начинают входить в спортивный режим что собственно для них будет хорошим тонусом хорошим таким стимулом уже мыслить правильно мыслить по спортивному присоединиться к воздухоплавателям можно со мной например летели москвичи они специально приехали на фестиваль да здорово столько эмоций особенно когда это опускались под солнцем и кидали цель попасть и вообще очень красивая игра солнца поля разные всякие узоры от тракторов на полях деревеньки верхушки в этом году территории для полетов новые в этих районах участники фестиваля еще никогда не летали и не соревновались так что каждый из них еще и первооткрыватель новых пейзажей живописнейших мест рязанщины кстати в четверг пятницу и субботу можно будет не просто наблюдать пролетающие аэростаты но и повеселиться в районе спаска там пройдет настоящий праздник для зрителей фестиваля неба россии с конкурсами и представлениями сегодня на правительстве губернатор павел молков подтвердил отставку руководителей двух ключевых и чувствительных сфер для региона министерства тэка жкх и фонда развития капремонта области кроме того было официально объявлено о создании специального центра протос по развитию беспилотников и продвижению цифровой карты региона кадровый вопрос стал первым на заседании правительства отставку министра тэк жкх дмитрия устинова и руководителя фонда капремонта виталия дубровина губернатор подтвердил де-факто причины на поверхности сфера чувствительная продолжил павел молков там теперь цитата разгребать и разгребать у нас не выполняется программа по капремонту многоквартирных домов не завершена сейчас даже контрактация на текущий год я это не говорю уже просто выполнение работ на объектах это при том что мы экватор строительный уже прошли экватор строительного сезона тому же там было мое прямое поручение по сокращению сроков оплаты по заключенным с подрядчиками контрактом вот оно не было исполнено поэтому последовали кадровые решения рязанская область один из пилотных регионов страны в нацпроекте по созданию отрасли беспилотников в новосибирске по этой теме прошел большой форум архипелаг 2023 не без гордости павел молков озвучил результаты юной команды кванториум дружба у ребят две бронзы вот только пока им негде тренироваться но созданием нового центра протос это неувязочка должна разрешиться еще одна свежая тема цифровая карта жителя рязанской области заявку на ее получение уже можно подавать правда пока только в прио банке эту карту можно вшить неограниченное количество сервисов уже сегодня это проактивное получение мир социальной поддержки это транспортная карта это бонусная система в учреждениях которые подключены к программе забота это система лояльности спортивных культурных досуговых учреждений помимо этого эту карту можно использовать как пропускную систему в школы вузы сузы эту карту можно использовать для оплаты детского питания в школах то есть уже сегодня карту которую мы запускаем там уже большинство сервисов шито противопожарная обстановка в регионе под контролем прямо сейчас нет ни одного лесного пожара налажена система мониторинга как налажена она из-за несанкционированной торговлей на улицах рязани на первомайском в дашках на победе и улице свободы люди выходят несмотря на штрафы значит их станет больше заключил губернатор в рязанском историко архитектурном музее заповедники открылась выставка от таны садо таны экспозиция приехала в областной центр из ростова на дону на ней представлены археологические находки 3 века до нашей эры что представляет особый интерес для посетителей узнала наша съемочная группа керамика предметы обихода древнего воина и украшения порядка 200 предметов античности из раскопок городище некрополя танеса могут увидеть рязанцы на выставке во дворце олега экспозицию дополняют реконструированные костюмы жителей древних цивилизаций населявших территорию ростовской области и в этом году год для нас знаменательный потому что 200 лет назад для науки об античных древностях было открыто местонахождение танеса в том что танес был об этом знали многие читали страбона и греческих географов и историков но где находился танес долгое время была загадка античное поселение танес открыл иван стимбковский в 1823 году своих археологических разведках внизу в их дона им были раскопаны древние амфоры которые относились греческой культуре исследования городище продолжаются и по сей день и каждая свежая находка рассказывает что-то новое о культуре и событий людей древности танес это античный город который является крайним северо-восточным пунктом античного мира древности более северного на нашей территории по крайней мере россии античного города не было и вот в дельте реки дом возник этот город в 1 3 3 века до нашей эры основали его боспурские греки выходцы из боспорского царства столицы которого был пантикопии современные керчи жители танеса занимались земледелием скотоводством различными ремеслами важную роль играла и торговля с окрестными племенами и другими цивилизованными городами на территории зонтской улице проживали финноборские племна которые использовали часть вещей которые пользовались и жители танес тоже интересно какие-то торговые отношения мы уже прослеживаем по словам исследователей танес был разрушен и сожжен гунами в эпоху великого переселения народов в четвертом седьмом веках однако дошедшие до нас древние артефакты рассказывают в подробностях о народе населявшим южные территории нашей страны я приехала честно говоря в отпуск просто погулять по рязани и для меня было приятной неожиданностью посетить эту выставку потому что в бытность мою студентка исторического факультета я не только копала городище старой рязани на практике но и мы активно изучали великую греческую колонизацию и знали что мы территории нашей страны есть и памятники античности окунуться в историю античного импория торгового поселения можно до 15 октября этого года кристина бочкарева михаил лазуткин телекомпания город в рязанской области специалисты управления россельхознадзора выявили томаты угрожающие здоровью граждан произошло это во время плановой проверки подробности дела далее в сюжете превышение передобена такой вердикт вынес тульский филиал всероссийского научно-исследовательского института защиты животных передобен это пестицид который нашли в томатах родом из тепличных хозяйств рыбновского района в управлении россельхознадзора отметили что ядохимикат этот служит для уничтожения насекомых вредителей на яблоках так что его появление на томатах вызывает некоторые вопросы передобен это действующее вещество препарат зарегистрированный санмайт в каталоге пестицидов данное вещество является вторым по классу опасности для человека и третьим классом относится к третьему классу опасность для пчел и может вызывать расстройство здоровья но еще раз повторюсь что выявлен выявлено действующее вещество пестицида которое не должно применяться на томатах информацию о выявленных нарушениях уже направили в управление роспотребнадзора а также в органы прокуратуры для рассмотрения возможности организации внеплановой проверки в настоящее время овощеводом объявлено предостережение о недопустимости нарушения требований законодательства о безопасном обращении пестицидов и агрохимикатов если проверка все же пройдет и выявленные нарушения подтвердятся то владельцы тепличного хозяйства простым предписанием не отделаются во первых штраф данное действие предусмотрено у нас статьи 8.3 коап рф для юридических лиц предусмотрена ответственность от 10 до 100 тысяч рублей вот кроме этого по результатам проверки обязательно у нас будет выдано предписание где конкретно предписано будет принять меры то есть не допускать применения проверка которая может ждать хозяйство будет весомая помимо отбора проб проверят и всю документацию и изучат всю информацию во вгиз сатурн кстати проверка томатов тепличных хозяйствах мероприятия не то чтобы точечные отбирали пробы огурцов салата капусты и других овощей да не только в рыбном проехались и по другим тепличным хозяйством параллельно проверяют и озимую пшеницу как-никак сбор урожая и продукты должны поступать качественные в начале августа в девятую неделю по пятидесятнице им проводится божественная литургия благоверных князей старотерпцев бориса и глеба примечательно это тем что перед праздником провели литургию в одном особенном храме этот борисоглебский храм в селе ивашково практически новый однако у его возведения весьма необычная история еще до революции здесь был главный сельский приход затем случилась гражданская война пошли гонения на церковь и места веры не осталось а когда спустя десятки лет вновь стал вопрос о строительстве храма с местом определились сразу возвели его на местном некрополе куда местные ходили почтить память близких семь лет строительства освещение и вот уже торжественная служба нельзя борис и глеб показали всем нам урок христианского братолюбия они показали что нет выше ценности нежели христианская любовь нет важнее заповеди нежели заповеданная богом единство и они поставили единство русской земли отсутствие вражды отсутствие кровопролития отсутствие войн гражданских выше нежели свою собственную жизнь а уже на следующий день митрополит рязанский и михайловский марк совершил божественную литургию в посвященном святым братьям кафедральном соборе рязани в своей проповеди он рассказал о значении подвига князей и отметил что в такие дни нужно молиться о прекращении вражды и злобы о разрешении сложной ситуации и о помощи защитникам родины это были все новости на данный момент еще больше информации вы сможете узнать на нашем сайте город62.tv и в группе в социальных сетях а на этом я с вами прощаюсь хорошего вам вечера и спокойных новостей до встречи в эфире а а а